Дорогие россияне и те, кому я только планирую раздать российские паспорта, а раздать придется их очень много. Уходящий год был рекордный по убыли налогоплательщиков. 2021 год заканчивается. Он был сложный, я бы сказал непростой. Наша экономика падала меньше, чем в других странах. Удивительно, что ей есть еще куда падать. Не удивляйтесь моему образу. После 22 лет у власти я решился на перемены. Неблагодарные граждане считают, что если меня увидят 31 декабря на фоне Кремля, то ничего хорошего в новом году не будет. И вот опасения разбиты одним решительным шагом. Мы даже комменты не отключили под видео. Я долго думал, какую бы мне маску надеть. Маска тигра была бы логичнее. Но происки наших заокеанских партнеров и местных иногентов побудили меня примерить образ Звездного война. Пусть знают, что наши духовные скрепы не сломите после 2036 года. Звездный войн сможет защитить Россию от внешних и внутренних врагов. Не все получилось в этом году. Мы не смогли сдержать цены на говядину, потому что 2021 год был не урожайный на коров. Такая же участь постигла и борщевого набора. Но и вы сами виноваты в росте цен. Зачем вы потребляете в пищу столько гречки, картошки, морковки? Есть же и другие продукты. Бананы, например. Сейчас кажется, что уходящий год внестил в себя груз нескольких лет. Наши медики геройски сражались с китайской заразой. И мы правильно сделали, что в уходящем году подняли зарплаты этим воинам в белых халатах. В 2021 году мы провели честные выборы во всех субъектах Российской Федерации. Мы всему миру доказали, что в России есть демократия. Не буду говорить долго, чтобы не греть содержимое ваших бокалов, рюма, кружек, стаканов. Я понимаю, что моя речь лишь повод для очередного тоста. Кто-то начал отмечать Новый год вчера, кто-то позавчера. Я знаю, что миллионы россиян ждут в моем выступлении фразу. Я устал. Я ухожу. Сегодня я не разочарую и этих граждан России. Я устал. Я ухожу. Теперь защищать нашу страну, нашу родину будет звездный воин. ЗВП. С Новым годом, друзья. С Новым ЗВП. С Новым годом, друзья.